В мероприятии принимали участие коневоды Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Башкортостана и Казахстана. Животные сильные и темпераментные, они постоянные призеры различных скачек. Например, совсем недавно курганская кобыла-елочка заняла второе место на соревнованиях в Тюмени, пропустив вперед только столичную приправу, которая славится своими победами по всей стране. Губернатор Курганской области Олег Богомолов отметил, подготовка лошади к соревнованиям – это результат многомесячных тренировок, поэтому именно на таких мероприятиях можно проверить, как кунизаводчик работал с животным и чему его научил. Я думаю, что наши курганцы любят сегодня уже наш ипподром, любят этих красивых животных, любят смотреть на соревнования, которые здесь происходят. Здесь изодор, здесь есть драйв, который каждого затрагивает. Жеребец Пепел приехал к нам из Перми. Выращенный в хозяйстве Курганской области, он с двух лет участвует в соревнованиях. Сейчас ему 4 года и у него уже много наград. Хозяин животного Владимир Базанов рассказал о характере своего любимца. У каждой лошади есть свой характер, определенный, так же, как и у людей. Так что, ну, по-своему он, как бы, по-своему и хороший есть, и бывает, что и немножко такой пакостный бывает. Владислав Юськин из Челябинской области помогает брату ухаживать за их любимым жеребцом по имени Темп. Раньше в семейном хозяйстве было много лошадей, и Владислав заботился о животных с четвертого класса. Сейчас владельцы половину животных роздали знакомым. После скачек коня нужно укрыть попоной. Главное, чтобы он отшагался, расслабился и отдохнул, рассказывает Влад. Вроде спокойно ко мне относится. Играем все время. Любим друг друга поиграться. Все время привык уже с рождения, так он ко мне, я к нему уже. Светлана Чайковская и Борис Цапанов уже больше 20 лет занимаются конным спортом. Сейчас они работают в силовых структурах, но любимое дело не бросают. Каждый год приезжают на Курганский ипподром. Их питомцы Баронесса и Багира – представители тракенинской породы, редкой для нашего города. В Кургане она не очень сильно распространена, поэтому это у нас уникальные лошади. По результатам 16 заездов выявлено 8 победителей в различных номинациях. Первым к финишу заезда на Кубок губернатора Курганской области пришел жеребец «Колокольчик» из Республики Башкортостан с результатом 2,18 секунд. Второе и третье место заняли тюменские жеребцы «Победит» и «Летчик». В перерывах зрители не скучали. Дамы боролись за победу в номинации «Лучшая шляпка», а дети могли поиграть с пони на отдельной площадке. Елена Валиева, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру.